Я приветствую вас на канале Антенна 7. Это новости. Я Денис Ионос. Смотрите сегодня. Тик-так! Праздник наступает! Изюминкой Дня Искусства станет тематический квест «Город искусства». Где и как отметить День города? Социальное партнерство. В этом году Амичи увидят, что очень много скверов появилось на выход. Профсоюзы плюс власть. Формула удачного сотрудничества. Маршрут построен. Отреставрировать нашу крепость, я думаю, всегда поток туристический будет больше. Приживутся ли в Омске велосипедные экскурсии? А еще новинки генопроката, акробатический рок-н-ролл и открытие агровыставки. День города еще только в следующие выходные, а праздничные мероприятия уже начались. Сегодня в мэрии рассказали, как будет выглядеть утвержденная программа. В городе уже открывают парки и спортивные площадки. 6 августа территорией здоровья станет Иртышская набережная, где под руководством тренеров можно будет позаниматься спортом. В этот же день откроется юбилейная флора, посвященная 300-летию. А накануне горожане ждут гостей. 30 июня на Соборной площади выступит сплин. 31 июля певица Ёлка. Звезд пригласили, спонсоры. Поэтому городской бюджет не пострадает. А вот безопасность организаторы обещают и на городских концертах, и всех массовых мероприятиях. А мечи, а мечам. Один из проектов к Дню города – необычный праздник День искусств. Это галерея под открытым небом, которая откроется 31 июля на Театральной площади. Огромный макет Омска от архитекторов, карта города в линогравюре от художников и работы фотографов. В свободном доступе будут представлены лучшие работы победителей проекта «Мой город 300». Изюминкой Дня искусств станет тематический квест «Город искусств». Приглашаем вас принять участие в детективном расследовании. По легенде пропало одно из творений из Омского музея. И, конечно, мы все его хотим найти на нашей площади. В рамках Дня искусств отвечая на вопросы, опрашивая свидетелей, собирая улики. Для любителей фильмов откроется 10-й фестиваль «Киносозвездие России». А фильм про Омс, который на нем покажут, будет направлен в прокат. Концепция фестиваля строилась на участии именно омских актеров, или киноактеров, чьи судьбы связаны с Омском. Гости мы ждем Николая Ильякина, Юрия Беляева обязательно. 6 августа день города начнется с обнуления времени на главных городских часах и шествия, в котором примут участие 4000 человек. Оказавшись на улицах города, праздник пройдет по его центру и выйдет на набережную у Тобольских ворот. Подойдет как раз час, когда придут сюда дорогами Буггольца. Около 70 малых, средних и больших судов будут идти по Иртышу из Павлодара, от Ямышево села, туда, куда дошел отряд Ивана Дмитриевича Буггольца. Праздновать и мечи будут не только в центре, но и по всему городу. В Кировском округе для этого уже 29 июля откроется обновленный ДК. Омские профсоюзы и власти города провели социальный форум. Его посвятили предстоящему 300-летию города. Главной темой стало развитие социального партнерства. Впервые в таком формате профсоюзы обсуждают с властями важную тему повышение уровня жизни человека труда. Он зависит как от условий на предприятиях, так и от комфорта в городе. Площадка для диалога помогает узнать проблемы и найти их решения. В планах у нас большие мероприятия, где мы будем и по бюджетной сфере, и по сельскому хозяйству проводить эти круглые стола. Это первое. Но, конечно, нам очень приятно, что накануне нашего юбилея, любимого нашего города, мы эти проблемы все поднимем. Пример социального партнерства – аллея профсоюзов в парке 300-летия. Профсоюзы сделали подарок себе и всем горожанам. Посадили деревья, обустроили территорию. И таких добрых дел в этом году в Омске много. Директор департамента городской экономической политики Гульнар Айтхожина говорит, что предприятия с желанием откликнулись на призыв мэрии вместе подготовиться к юбилею родного города. Делали цельные детские площадки не на своей территории, а где-то там, где в большей степени проживают, либо их работники, либо где-то в центре города. Поэтому каждое предприятие, крупное, базовое, еще хочу обязательно отметить, обязательно взяло на себя обязательства и сделали какой-нибудь сквер в городе. В этом году Амичи увидят, что очень много скверов появилось новых. Руководители промышленных предприятий и председатели профсоюзных комитетов обсудили и проблему, которая касается абсолютно всех работников. Это и индексация заработной платы пропорционально инфляции, которая на сегодня складывается, она достаточно высокими темпами идет второй год. Мы пока не достигли, пытаемся согласовывать, и у нас это обязательство есть в трехстороннем соглашении, пытаемся обращать на это внимание. Участники форума поделились успешными примерами социальных гарантий на промышленных предприятиях. Евгений Нифанов, Сергей Гаврилов, Антенна-7. А еще сегодня состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки «Агро-Омск-2016». По ней прошлись и мои коллеги. Ярмарка «Агро-Омск-2016» объявляется открытой! Это торжественное открытие для Амичей. Выставка для предпринимателей работает уже третий день. Главная на ней сельскохозяйственная техника. Более 50 производителей из России, Беларуси и Казахстана. Погрузчики, комбайны, зерноборочные машины заинтересовали даже детей. Гости из Ростовской области привезли на выставку уникальную машину. Она очищает и сортирует зерно с помощью воздуха. Благодаря этому продукция не повреждается. Технология запатентована. Ворох наш попадает в этот сформированный воздушный поток. И каждая частица по всему весу, шероховатости и парусности, каждая частичка попадает в свою фракцию. Только за первые три дня работы выставки подписано договоров на 250 миллионов рублей. Это на 70 миллионов больше, чем за работу всей прошлогодней выставки. Хорошая линейка и техники производителей Беларуси. И, безусловно, это та необходимая техника, которая районирована к нашим условиям. Это та, которая по средней ценовой политике сегодня доступна нашим сельхозпроизводителям. И с учетом субсидий, которые мы выдаем сельхозпроизводителям, сегодня эта техника востребована. Эта техника покупаема. И, безусловно, задача каждого, кто участвует в выставке, каждый год представлять модернизацию и новые экземпляры. Выставку животных омячи прозвали «Контактным зоопарком». Тут любой желающий мог погладить и сфотографироваться сельскими животными. Коровой, поросятами и курами. Семья Медведевых – жители городские. Второклассник Ростислав сегодня впервые увидел индюка. А тебе они понравились? Понравились. А чем? Что они хорошие. Фермер Ростислав Ефименко на выставку привез кроликов. У мужчины своя ферма. Сегодня намерен найти новых покупателей. Стоимость одного зверька – 400 рублей. Во-первых, они очень жизнеспособны. И хорошо себя на сетке ведут. Впрочем, купить на выставке можно все. От сельскохозяйственной техники до продуктов. Цены ниже, чем в магазинах. Ну, я вообще не первый раз присутствую на таких ярмарках. Ну, попробовал мед, так как я сам был пчеловодом. Мне как мед, вот вы попробовали. Да, ну, конечно, вкусные. Мы купили. А что там? Тапочки купили. Кожаные. Они очень мягкие, удобные, комнатные тапочки. В прошлом году мы купили просто вообще на газпи. Прелесть. Вот 500 рублей, в этом году 600. Это объединяет семьи, объединяет вообще людей. Они могут проведить время на свежем воздухе. У нас еще дети тут куча. Мы успели поскладывать и попрыгать, и получить, и узнать, и попробовать вкус йогуртов их. Вышли три года, Арина Владимировна. Работать выставка будет до воскресенья 31 июля. Юлия Думанова, Александр Филиппов, Антенна 7. В судную ночь охотятся за привидениями. Как можно догадаться, в еженедельном кинообзоре сегодня речь пойдет о двух новинках этой недели. Мы отлично сегодня повеселились. Предлагаю еще одну игру. Называется «Выбор мамочки». Кто из вас переживет эту ночь? Один раз в году все преступления законны. Вот уже в третий раз. Добро пожаловать в идеальное будущее, в котором судная ночь превратилась в международный тренд. Туристы со всего мира прибывают в аэропорты Америки. Ведь всего лишь раз в году здесь позволено все. Главное – дожить до рассвета. Боже, благослови Америку за возможность очистить ряды и души наши. Объединимся же и сокрушим зло. Да здравствует судная ночь! Судная ночь! Привет! Я Эрин Гилберт, занимаюсь квантовой физикой. 30 лет назад охотники за привидениями спасли Нью-Йорк от нашествия призраков. Но теперь городу вновь угрожает опасность. Былые герои не могут встать на его защиту, но находятся и другие отважные люди, всю свою жизнь посвятившие изучению паранормальных явлений. Эбби Йейтс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специалистом в квантовой физике. И вместе они собирают команду новых охотников за привидениями. Туда они принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу митрополитена Петти Толлан, знающую город как свои пять пальцев, и секретаря, настоящего красавчика Кевина. Вместе они начинают борьбу с нечистой силой, терроризирующей мегаполис. Денис Ионас, Антенна 7 Спорт плюс новые сведения о городских достопримечательностях, известные во многих городах мира экскурсии. На велосипедах для себя открывают и омичи. За велосипедистами и экскурсоводами поспевали наши корреспонденты. Первый объект на маршруте – самый известный шар Сибири. У памятника основателя Момска участники велоэкскурсии не задерживаются. Едут к памятнику под названием «Встреча». Обсуждают, каким был юбилейный мост. Оказывается, разводным, а до этого и вовсе деревянным. Был такой интересный мостовой налог взимался. Взимался он с людей, не с военных, а с людей гражданского, которые передвигались с берега на берег. И вот за счет этих средств, которые собирались с мостового налога, существовал вот этот мост. То есть его обслуживали. Крутить педали по утру – не прихоть для экскурсовода Ольги Нестеровой. Инструкторство как хобби женщина освоила в мае. Идея экскурсий на великах в мире и стране не новая. Но Ольга уверена, формула «Спорт плюс знания» приживется. Тем же, кто своего железного коня не имеет, организаторы помогут. Когда мы проводили, в прошлый раз люди были со своими велосипедами. Но тем не менее, если кому-то велосипеды нужны, то мы можем предоставить их. Если он приживется, то это было бы очень замечательно, здорово, потому что все-таки здоровый образ жизни, плюс, я говорю, интересная информация. Две крепости, здание гаупвахты и двое ворот. Количество культовых строений в центре города подсчитывает и Татьяна Ивченко. Сама работник культуры провела этот отпуск в Тобольске. Сравнивая похожие города, девушка размышляет. Развивать городской туризм, пеший или велосипедный, помогут судьбы известных людей. В целом Сибирь. С Сибирью связаны многие судьбы. То есть это, прежде всего, судьбы, истории и не только достопримечательности. Поэтому мы через достопримечательности, через места мы раскрываем дальнейшую судьбу. Когда она отреставрирует нашу крепость, я думаю, сюда поток туристический будет больше. Но и этим не обойдешься. Пройденный маршрут наталкивает на мысли об улучшении. Для студентки Екатерины туризм – будущая специальность. И слово «инфраструктура» по ее мнению – ключ к развитию туризма в регионе. Туризм в Омске можно развивать, но самое главное – это создать базу для развития туризма. Во-первых, инфраструктура – это гостиницы, предприятия питания. Сделать, ну это, конечно, очень сложно все, друг за другом цепляется. Аэропорт необходимо сделать международным. Омский аэропорт, он очень плохо обустроен для того, чтобы мало рейсов принимать. Участники экскурсии пришли к выводу, что туризм будет. Но сначала следует сделать город удобным для жителей. Николай Евенко, Артем Колесников, Антенна-7. А еще город безопасным. Это сейчас я об окнах. Производителям пластиковых окон будет запрещено продавать конструкции без специальных запорных механизмов, не позволяющих детям открыть окно. С таким требованием федеральный следком обратился в Росстандарт. Только за последние полгода в Омской области семеро детей выпали из окон. Один скончался. С 1 сентября замки безопасности должны быть установлены на всех окнах, в школах, детсадах и жилых домах. Надо сказать, что многие семьи не дожидаются подобных изменений и сами установили замки. Стоимость такой нехитрой конструкции всего-то около 350 рублей за одно окно. Хоккеисты «Авангарда» сыграли первый матч на сборе в Чехии. На спортивной арене ястребы сразились с автомобилистом. В первом периоде в равной игре хоккеисты из Екатеринбурга лучше использовали свои моменты. Повели 2-0. В середине второго периода забросили и третью шайбу. Затем «Авангард», выступавший в экспериментальном составе, без группы сильных игроков, перехватил инициативу. На 38-й минуте Андрей Кутейкин реализовал численное преимущество. В третьем периоде наши хоккеисты создали еще несколько моментов. На 56-й минуте Дмитрий Мальцев забил в меньшинстве. А мячи атаковали, но сравнять счет не удалось. «Авангард» уступил 2-3. Для нас было важно продержать это давление на протяжении всей игры. Да, счет у нас, конечно, неудачный, но, опять же, важно было при счете 1-3 работать до конца и постараться вытащить этот матч, что у нас не получалось в том году. Чуть-чуть нам не хватило, но моменты были, создавали, и команда работала до конца. Хотя, можно отметить, что много новичков, много ребят молодых. Строится новая команда. Следующий матч у Ястребов будет международным. В пятницу «Авангард» сыграет с клубом чешской экстра-лиги «Пираты» из Хомутова. Состав нашей команды изменится. Поменяем. Кто не играл, ребята уже будут играть. Но я думаю, что на половину состав изменится. Основной вратарь «Авангарда» Доминик Фурх обновил свой шлем. Рисунок с большим знаком стоп и 30-33 номером дополнили флаг Чехии, изображение льва и надпись «Омск». Обновленный элемент экипировки игрок выложил на своей странице в социальной сети. 26-летний гулкипер в минувшем сезоне провел 60 матчей, пропустил 110 шайб, а в 8 играх сыграл на ноль. В нашем регионе будет развиваться новый вид спорта. Акробатический рок-н-ролл. Всероссийская федерация начала реализацию перспективного плана. «Омск» получит поддержку одним из первых. У наших спортсменов серьезные успехи в близких видах спорта. Аэробики, художественной гимнастике, танцевальном спорте. Первые пары начали формировать из представителей спортивной акробатики. Сегодня мастер-класс для наших спортсменов провел финалист чемпионата мира Алексей Скопинцев. Результаты превзошли ожидания. Успели освоить несколько акробатических элементов уже. Схватили основной ход, схватили элементы танца. Уже небольшие поставили кусочки танца. Поэтому есть надежда, что это быстро будет развиваться. Большими темпами они будут собирать целый номер, который могут продемонстрировать в дальнейших на соревнованиях. За день мяча освоили все бесполетные трюки. Значительно продвинулись в хореографии. Будут совершенствовать свои программы. Несколько пар составят ядро в развитии нового вида спорта. Затем будут подтягиваться и представители других направлений. У нас сейчас уже познакомились с рок-н-роллом и специалисты спортивной аэробики. Почему для нас это важно? Потому что рок-н-ролл это очень темповой скоростной вид спорта. По темпу, по воздействию на организм похожий на спортивную аэробику. И точно так же неделю назад наш представитель спортивной аэробики съездил на сборы Росфар в Москву, где прошел 10-дневный курс обучения. И я думаю, что таким образом, сочетая традиции акробатики, аэробики и танцевального спорта Омской области, я думаю, что мы сможем в скором времени представить мячам рок-н-ролл. Первый набор юных амичей в группы начнется в сентябре. К этому времени откроется отделение акробатического рок-н-ролла в спортивной школе имени Александра Кожевникова. Первые соревнования планируются на декабрь. За новостями можно следить на нашем сайте и в группе ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся. В «Каскаде» акция. Совершайте покупки в детских магазинах и 29 июля участвуйте в праздничном розыгрыше призов на сумму 100 тысяч рублей. Подробности ВКонтакте. Покупать сейчас выгоднее. Только до конца месяца самая выгодная цена на газобетонные блоки Вармит от завода-производителя. Бесплатное хранение на складе. Купи сейчас, забери в удобное время. Все подробности по телефону 903-573. Продолжение следует...